Всем привет! Я лётчик-космонавт Александр Мисуркин. И это наш 93-й выпуск совместного проекта с Музеем космонавтики в Москве «Космос не ждёт». Сегодня в нашем выпуске разворот 16-метровой антенны радарного инструмента европейской межпланетной станции «ЖУС». Список целевых астероидов для второй межпланетной станции Объединённых Арабских Эмиратов. Возвращение китайского экспериментального многоразового космоплана. Открытие ещё семи новых спутников «Сатурна» и многое другое. Хотите узнать больше? Поехали! 28 мая 1971 года автоматическая межпланетная станция «Марс-3» была запущена с космодрома Байконур при помощи ракеты-носителя «Протон-К» с дополнительной четвёртой ступенью — разгонным блоком «Д». Станция была сначала выведена на промежуточную орбиту искусственного спутника Земли, а затем разгонным блоком «Д» переведена на межпланетную траекторию. Полёт к Марсу продолжался более шести месяцев. 2 декабря 1971 года Земля впервые увидела, как выглядит поверхность Красной планеты. С помощью видеосигнала было передано несколько снимков с места посадки «Марса-3». Это была первая в мире и единственная в советской космонавтике мягкая посадка спускаемого аппарата на Марс. Впервые научная станция благополучно совершила посадку на другую планету, и впервые на поверхность Марса спустился марсоход «Проп-М» — шагающий прибор для оценки проходимости марсианского грунта. Передача фрагмента первой марсианской панорамы продолжалась всего около 15 секунд и прервалась, предположительно, из-за бушующей тогда глобальной марсианской полевой бури. Марсиан, к сожалению, научный аппарат не встретил, зато передал на Землю ценные данные о составе и строении атмосферы Марса, его температуре и рельефе. А теперь о космических новостях за прошедшие две недели. Европейская межпланетная станция «Джуз» развернула 16-метровую антенну радарного инструмента, предназначенного для изучения строения коры спутников Юпитера до глубины в 9 километров. И это наша новость номер один. Инженерам удалось сдвинуть на несколько миллиметров застрявший штифт, ранее мешавший раскрытию антенны, при помощи запуска двигательной установки аппарата, а также благодаря вращению станции для прогрева Солнцем. Станция «Джуз» была запущена в космос 14 апреля 2023 года. Ее целями стали крупнейшие спутники Юпитера — Европа, Ганимед и Калиста. Станция займется изучением внутренней структуры, гравитационного и магнитного полей спутников, их состава, морфологии поверхности и экзосферы. Объединенные Арабские Эмираты объявили список целевых астероидов для своей второй межпланетной станции. Научная программа аппарата будет заключаться в исследовании нескольких астероидов из главного пояса. Переходим ко второй новости. Целью станции станет 7 астероидов. Вестервальд, Рекокос, 2000 VA28, 1998 RC76, 1999 SG6, Химера и Юстиция. Запомнили? Химера представляет собой крупнейший объект одноименного семейства примитивных красных астероидов главного пояса. Его диаметр — 44 километра. Юстиция с диаметром 53 километра представляет собой очень красный астероид, который мог попасть в главный пояс из внешней части Солнечной системы, сформировавшись за орбитой Нептуна. Станция будет запущена в космос в 2028 году, после чего совершит несколько гравитационных маневров у Венеры, Земли, Марса, а в начале 30-го года начнет совершать близкие пролеты мимо астероидов. В апреле 34-го года аппарат прибудет к астероиду Юстиция, изучит его с нескольких орбит, а в ноябре того же года попытается совершить посадку на его поверхность. Китайский экспериментальный многоразовый космоплан вернулся на Землю из второго орбитального полета, который стал для него самым длительным. Полет продлился 276 дней. За это время аппарат успел поменять орбиту и совершит ряд маневров. Третья новость на сегодня. Разработка многоразовых кораблей, способных доставлять на орбиту грузы и людей, фигурирует как задача в дорожной карте развития китайской космонавтики, принятой в 2017 году. В 2019 году Китай испытал прототип многоразового суборбитального летательного аппарата, а в 2020-м экспериментальный китайский космоплан совершил свой первый четырехдневный полет на околоземную орбиту. Первоначальная орбита аппарата характеризовалась параметрами 346 на 593 километров. В дальнейшем она была поднята до 597 на 608 километров. За время полета космоплан отработал ряд мелких и крупных маневров, в том числе подготовку к возвращению на Землю. Более подробно читайте в моем сообществе ВКонтакте. Астрономы сообщили об открытии еще семи новых спутников Сатурна, что доводит общее число спутников у планеты-гиганта до 145 штук. И это рекорд в Солнечной системе. Четвертая новость. В общей сложности группа ученых из Университета Британской Колумбии обнаружила 62 новых спутника Сатурна за все время поисковой программы по снимкам наземных телескопов, полученных в период с 2019 по 2021 года. Все новые спутники характеризуются размерами до 2,5 километров в диаметре и относятся к классу нерегулярных спутников, которые обладают эллиптическими или наклонными орбитами и были захвачены Сатурном извне. Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили интеграцию радиатора-теплообменника модуля «Наука» в ходе очередного выхода в открытый космос. И это уже пятая новость. Космонавты «Роскосмоса» раскрыли панели радиатора и заправили его теплоносителем. Пока теплоноситель заполнял гидравлические контуры теплообменника, они провели работы с манипулятором «Ера», установив на него два фала. После этого космонавты интегрировали контуры радиатора и модуля «Наука». Третий в текущем году выход в открытый космос по российской программе продлился 5 часов 18 минут. Американская компания «Вест» совместно со «Спейс Икс» в августе 2025 года собирается запустить на орбиту первую в мире пилотируемую коммерческую космическую станцию. Новость номер 6. Станцию «Хэвен-1» должна вывести на околоземную орбиту ракета «Фалькон-9». Затем в качестве модуля она будет пристыкована к более крупному блоку станции «Вест-1», который сейчас находится в стадии разработки. Общая длина полноценной станции составит около 100 метров. На станцию планируются полеты космических кораблей «Крю Драгон» компании «Спейс Икс» с экипажем из четырех астронавтов. Они смогут находиться на станции до 30 дней. Компания «Вест» уже подбирает кандидатов на первые полеты. На станции, кстати, предполагается проведение первого в мире эксперимента по созданию искусственной гравитации. НПО «Лавочкино» завершило разработку технического предложения на создание космического комплекса «Венера-Д». По его результатам разрабатываются графики работ по выполнению эскизного проекта, согласованию технических заданий и контрактации организаций соисполнителей. А также формируется совет главных конструкторов. И это завершающая новость на сегодня. Отказ США от сотрудничества никак не повлиял на задачи миссии «Венера-Д» по исследованиям атмосферы, поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы Венеры на современном научно-техническом уровне. Разработку эскизного проекта на космический комплекс «Венера-Д» планируется начать в январе следующего года. Роскосмосом и Российской академией наук прорабатывается возможность возврата на Землю образцов грунта, атмосферы и аэрозолей Венеры с миссией «Венера-В». Ее концепция предполагает последовательный запуск абсолютно новых поисково-возвратного и десантного космических аппаратов. Как видите, друзья, космоса в нашей жизни становится все больше и больше. Смотрите, вдохновляйтесь и делайте лучше. С вами был летчик-космонавт Александр Мисуркин. До встречи. Космос не ждет. Продолжение следует...